Собака друг или враг? Этот вопрос все чаще задают люди, пострадавшие от укусов четвероногих. Курс лечения – самое безобидное, что может остаться от общения с братьями меньшими. В России в последнее время на слуху несколько историй о погибших от укусов собак. Можно ли обезопасить себя и своего ребенка от этой напасти? И кто понесет наказание за травму, попыталась разобраться Валентина Чибичек. В субботу здесь немноголюдно, вообще людей не было, машины редко проезжали, там может быть одна-две проехала, и внезапно появилась огромная овчарка. Она была с ошейником. Мы пошли тихонечко, я взяла ребенка маленького с буранчика снегохода детского на руки. Собака стала кусать веревку снегохода, затем она принялась хватать ребенка за рукавицы старшего, который тащил этот буранчик. Та субботняя прогулка в районе очистных сооружений для Марии Владимировой и двух ее детей закончилась благополучно. Проходящий мужчина помог семье добраться до дома без происшествий и укусов. А будут ли такими благополучными следующие прогулки? Этот вопрос беспокоит не только Марию, но и многих жителей Нарейнмара. Что делать, когда на тебя бежит свирепый зверь? Совсем не тот четвероногий друг, который дружелюбно подставляет морду и виляет хвостом. С этим вопросом мы обратились в городскую администрацию. Там работает административная комиссия, которая рассматривает обращения граждан. В округе есть закон, 366 окружной закон, по которому мы можем привлечь нерадивых хозяин к ответственности за ненадлежащее содержание собачек. В 2016 году комиссия рассмотрела 29 обращений граждан. 13 из них были с жалобами на укус собак. От них пострадали в том числе 9 детей. В 2017 году только за январь в администрацию поступили 9 заявлений, в которых пострадавшими также числятся дети. Нежелание хозяев привязывать и надевать намордник на своих питомцев переходит все границы, считает Наталья Лысакова. Собаководы платят выписанные им штрафы в сумме от 1000 до 3000 рублей и продолжают держать питомцев на свободе. Я обращалась к депутату собрания депутатов, к Мите Виктору Юлиановичу, и он сейчас займется этим вопросом. Я просто настаиваю, что люди, которые неоднократно привлекаются, штрафы увеличивать обязательно. Рубль на многих очень действенный. А пока в окружной закон не внесены поправки об ужесточении наказания нерадивых владельцев собак, напоминаем. В случае нападения животного незамедлительно звоните в полицию. Граждане звонят 02, на телефон дежурной части, выезжает следственная оперативная группа и проводят проверку на месте. Выясняют, чей питомец, при каких обстоятельствах произошло нападение и собирают полностью материал, который, как я уже говорил, в последствии направляется на комиссию. Если укусы сильные, можно позвонить в скорую помощь по телефону 03. Врачи зафиксируют раны, затем медицинскую справку необходимо приложить к заявлению. Принести его можно в полицию или напрямую в городскую администрацию, в отдел по обращениям с гражданами. Если же укусившая собака окажется бездомной, звонить в станцию по борьбе с болезнями животных. Учреждение занимается отловом бездомных собак. И всё же лучше не доводить дело до несчастного случая. Если на владельцев собак, которые пускают гулять питомцев без присмотра и без намордника, не действует ваша просьба, можно написать обращение в администрацию своего поселения. Возможно, разговор на официальном уровне усмирит безграничную любовь к своему питомцу. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.